Водитель «Газели», сбивший 23 сентября прошлого года подростка, признан виновным в ДТП. За рулем служебного микроавтобуса был 31-летний Михаил Мещеряков. Во время движения по дороге, расположенной по улице Энергетическая города Саранска, он в нарушении правил дорожного движения разговаривал по мобильному телефону и отвлекся от управления автобусом. В результате водитель совершил наезд на несовершеннолетних. 12-летнего подростка госпитализировали в реанимацию. Врачи бороли за его жизнь на протяжении нескольких недель. Но 14 октября ребенок скончался. На Мещерякова возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело рассматривали в Октябрьском районном суде Саранска. Выяснилось, что погибший мальчик был на улице с приятелем-велосипедистом. За считанные мгновения до автоаварии подростки поменялись своими средствами передвижения. С учетом позиции прокуратуры суд приговорил мужчину к двум годам, двум месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года. Потерпевшая страна подала гражданский иск о взыскании морального вреда. В итоге Фемида постановила выплатить компенсацию в размере 1 миллиона 730 тысяч рублей. Приговор к законную силу не вступил. Анастасия Семшева, программа происшествия.